Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Любовь. Сегодня я буду пересаживать свою маленькую толстянку и расскажу о правилах пересадки этого растения. Толстянки растут медленно, поэтому в частой пересадке они не нуждаются. Вот перед вами три моих молодых толстянки, которые я вырастила из черенков. Черенки были посажены, наверное, уже года два с половиной назад. Они были небольшие, вот такой высоты, где-то сантиметров 10, может быть, некоторые 15. Вот посмотрите, вот эта толстянка, это у меня самая большая, которая выросла из череночка. Но растут они, повторюсь, медленно. Эту я уже пересадила в середине марта. Также мной пересажена вот эта толстянка уже на днях. А сегодня я буду пересаживать вот это маленькое растение. Как вы видите, они у меня не сильно выросли за это большое время. Моей ошибкой было, что я их не пересадила раньше. Молодые толстянки желательно пересаживать раз в год. А вот взрослые растения в частой пересадке не нуждаются. Их пересаживают раз в три, в пять лет. Ориентируются на такие моменты, как если вот истощился грунт, тогда пересаживают. Когда толстянка переросла, горшочек, в котором она посажена. Если корни ее выглядывают из горшочка, из дренажных отверстий. Если есть какие-то проблемы с корнями, тоже пересаживают. То есть ориентируются уже на рост растения и на его состояние. Но не чаще, чем раз в три-пять лет. А молодые, повторюсь, толстянки желательно пересаживать раз в год. Ну вот я как-то этот момент упустила и сейчас занялась массовыми пересадками. Благо, что сейчас времени стало еще больше в условиях карантина. И можно заняться этой работой. Итак, посмотрим на корни моей толстянки. Сейчас я ее достану из емкости. Возьму только емкость для мусора, не приготовила. И мы продолжим дальше. Ну вот я взяла емкость для старого грунта. И сейчас мы будем доставать нашу толстянку из старой емкости. Горшочек обминаем. Перед тем, как вытащить толстянку. Ну вот здесь вот просто нужно отрезать старый дренаж. Как вы видите, корни у толстянки очень поверхностные. Поэтому горшочек не должен быть глубоким. Обычно берется широкий горшочек и невысокий. Лучше брать горшочки керамические или глиняные. Вот у меня керамический горшочек я подготовила. Он немножко, конечно, великоват. Но другого сейчас подходящего нет. А те растения, которые я вам показывала, я вообще посадила в пластиковые горшки. Но если они будут падать, то поставлю их просто в кашку. Почему горшочки желательно глиняные или керамические? Потому что когда растение вырастает, то оно может опрокинуть горшочек под тяжестью своего веса. Итак, будем сажать вот эту толстянку. На дно горшочка обязательно надо насыпать дренаж. Здесь вот в горшочке есть крупное дренажное отверстие. Правда, одно, но оно достаточно большое. Я думаю, что его хватит. Вот у меня подготовлен дренаж. Я его промыла. Насыпаем на дно горшочка. Дренаж должен быть обязателен, чтобы не загнивали корни. Я его насыплю побольше, потому что горшочек все-таки немножко великоват для этого растения. Ну вот так, я думаю, что достаточно. Какой грунт используем при посадке? Грунт должен быть... Немножко сейчас переставлю, чтобы мне было удобнее. Грунт должен быть достаточно рыхлый, воздухопроницаемый. Я взяла грунт для суккулентов. Вот здесь он у меня справа на столе стоит. Там есть рыхлитель и песок, по-моему, добавлен. Конкретно не написано. Написано, что рыхлители. Две части я взяла этого грунта. Одну часть мелкого керамзита и немного угля добавлю. Все это я перемешиваю. Такой же грунт я готовила для тех толстянок, которые у меня уже посажены, которые я вам показала. С ними все в порядке. Уголь надо было немножко, может быть, помельче. Но решил такой использовать. Вот я перемешала все компоненты. Немножко насыпаю на дно горшочка. Для того, чтобы прикрыть все-таки керамзит, мы примерим нашим растениям толстянку. Шейка при посадке не должна быть заглублена. Она должна быть на том же уровне. Так что здесь можно еще даже немножко добавить еще грунта слегка. Такой грунт я использую, такой состав, первый раз. Ну, посмотрим, что, как понравится моим растениям он. В прошлый раз у меня было добавлено грунту для кактусов очень много песка. И, не знаю, мне кажется, толстянкам это не очень понравилось. Ничего сложного в посадке нет. Добавляем по кругу грунт. Да, не уточнила я, что пересаживаю методом перевалки. Вообще толстянки очень плохо переносят пересадку. Поэтому вот их даже и по этой причине часто пересаживать взрослые растения не рекомендуется без необходимости. И лучше пересаживать, ну, вот эти крупные кусочки угля я уберу. Лучше пересаживать толстянку в весеннее время, когда начинается период вегетации. То есть, когда она начинает расти. Слегка грунт я здесь обминаю в горшочке. И сверху я потом еще добавлю мелкий дренаж. Положу вокруг растения. Вот толстянка посажена. Так что ничего сложного в ней нет. В пересадке, в смысле. Во время вегетации, я сказала, нужно пересаживать. То есть, когда начинается уже рост толстянки весной. Вот мы здесь можем видеть на кончиках побегов молоденькие листочки. И вот здесь вот сбоку еще маленький листик. Не знаю, видно вам или нет. Вот он растет. Вот здесь вот есть маленькие росточки с одной стороны. И вот там с внутренней стороны тоже. Так что пересадить толстянку несложно. Повторю основные правила. Пересаживать надо весной. Во время начала вегетации. Если нет, конечно, экстренной необходимости, пересадить в другое время. Потому что если растение заболело, то мы пересаживаем, конечно, в любое время. Горшочек должен быть лучше керамический или глиняный. Должен быть невысоким и широким. Потому что корневая система поверхностная, как вы видели у толстянки. Также грунт должен быть воздухопроницаемым, рыхлым. Пересаживать молодые растения надо желательно каждый год. А вот взрослые растения уже где-то раз в 3-5 лет. Спасибо всем за внимание. Если у кого-то остались вопросы, задавайте их в комментариях. С удовольствием на них отвечу. Всем здоровья. До новых встреч. С вами была Любовь.